Всем привет! Сегодня 16 апреля, тема у нас какая? Расскажи тогда более подробно. Всем привет! Меня зовут Вадим, компания PartnerTrade. Сегодня тема у нас будет фулфилмент склады для продаж с Amazon, с eBay, с Walmart, с Bonanza, для всех других площадок, а также услуги PrEP-сервиса, склады для обработки возвратов, как ими пользоваться, для кого они нужны, преимущества работы с PrEP-центром со сторонним, а не с Amazon, ну и также преимущества работы с нами. Отлично! Первое, что хочу сказать, это кто мы, кто нас еще не знает. На сегодняшний день компания PartnerTrade – это компания в США, Украине и Китае. Основной нашей деятельности – это логистика, а также логистический и складской консалтинг и обработка грузов, которые отправляем из Китая и из Украины. Два года мы уже находимся на этом рынке. Основной офис с клиентской поддержкой находится в городе Киев. На сегодняшний день контракты с лидерами мировых перевозок позволяют нам представлять хорошие цены, качественный сервис по перевозке грузов. И на сегодняшний день мы владеем двумя складами в Нью-Йорке и одним складом в Лос-Анджелесе крупным. Для хранения грузов, а также для обработки PrEP-сервиса и фонсилмент отправок ваших товаров по территории США. Всю работу мы стараемся делать под ключ и до результата. От начала переговоров с фабрикой до доставки груза на Амазон, обработки Fulfillment заказов и PrEP-сервисов. Вот в трех словах то, кто мы, чем мы занимаемся. И дальше уже пойдем по узкой теме по Fulfillment. Fulfillment на самом деле это возможность быть ближе к вашему покупателю. Что имеется в виду? Изначально мы создали эту услугу для людей, которые подают свои товары через маркетплейсы и отправляют их со своих же стран. Имеется в виду такие торговые площадки, как Etsy, Bay, Amazon Handmade, где люди производят товары дома и отправляли их поштучно своими национальными почтовыми операторами. Эти товары задерживались в пути на одну-две недели, бывало дольше, терялись по пути. Частично они отслеживались на том или ином отрезке пути. И возникла такая услуга, как Fulfillment, отправка большой партии товаров с Украины, либо же с любой другой страны в Америку для поставленного хранения на складе. И дальнейшую подпишечную отправку его по территории США. Это позволяет стать намного ближе к своему покупателю, указывать в аккаунте, что ваш товар на Украине находится на территории США и увеличивать количество показов своих листингов в разы. По статистике, порядка 70% покупателей американцев используют Fulfillment US Seller Only для того, чтобы при поиске товара или выборе товара. Поэтому на тот момент эта услуга создалась в нашей компании для украинских и не только предпринимателей, для того, чтобы помочь им выходить более глобально на другие рынки. Как же работает Fulfillment? Для Private Label, либо же для любого другого формата, то, о чем я говорил, по поводу отправки своих handmade товаров, либо того, что люди производят дома и выставляют на площадке в немассовом количестве. Первый пункт – это поступление посылки на склад, прием ее и ячеечное хранение. Что имеется в виду? Посылки приезжают либо в большие посылки, либо же по лету, контейнера иногда поступают на склад. Они расфасовываются по ячейкам на складе для более быстрой обработки заказа. Это создано для того, чтобы работник склада не тратил время на распаковку коробки, поиск нужного юнита, либо же, когда хорошо есть эта коробка, если это стоит по лету, который необходимо расфасовать, найти необходимый юнит и потом просто наклеить на него лейбл, это занимает по времени, может занять по времени полчаса, либо же 40 минут времени одного сотрудника. Для ускорения этой обработки, чтобы все товары уходили со склада в течение суток после поступления заказа, товары распределяются по ячейкам. У каждой ячейки есть свой номер, свой штих-код. У каждой этой ячейки еще есть карта, по которой работник склада может найти каждый из этих товаров. Идеальные склады филсимента, их можно представить, вот то, что делает Амазон. Это хаотичное хранение грузов на своих складах. Мы пока его еще не используем, эту технологию, в ближайшее время к ней перейдем. На сегодняшний день у нас пока упорядоченная система. Все товары по категориям хранятся в определенных ищах. После поступления заказа от клиента, товар упаковывается в соответствующую упаковку, соответствующую пожеланиям заказчика и правилам перевозки. Не всегда желание заказчика является основным при выборе упаковки, потому что для некоторых типов товаров, которые пьющиеся легко, которые нельзя отправлять в пакетах, либо же лучше всего для того, чтобы он приехал в ценностность и сохранность отправить в коробке, мы стараемся клиента об этом предупреждать заранее. Также в зависимости от того, какие габариты изделия, выбирается тот или иной тип упаковки. Самые дешевые варианты – это отправки в посылочных пакетах. Более дорогие варианты – это уже отправки в коробках или же пробки к пайлетам в зависимости от потребностей. Следующий пункт – создание шопинг-лайбла, полученного от клиента и поклейка его на посылку. Это один из важных пунктов. В зависимости от того, через какую площадку вы собираетесь продавать свои товары, используя футбин-фимон-сторонник, у вас будет несколько вариантов по выбору того, как создать шопинг-лайбл. Первый вариант – это купить шопинг-лайбл у торговой площадки. Доступно на сегодняшний день на Амазоне, на eBay и на Shopify. Когда вы можете зайти в свои ордера, нажать «Buy shipping» и выбрать необходимый тип посылки, тип отправки для вашего товара. После этого второй вариант – для всех остальных площадок, таких как Etsy, возможно Walmart, либо же ваш личный сайт, с которого вы продвигаете товары на территории США. В данном случае можно заказать посылание шопинг-лайбл у вашей компании. Используя специальные программы и контракты с перевозчиками по США, с USPS, UPS и FedEx, в зависимости от типа товара, размера и высоты товара, подбирается максимально оптимальный вариант его дальнейшей пересылки по территории США. Наш сотрудник создает все ордера до начала рабочего дня в Америке. И ребята, когда приходят на склады на работу, первое, что они получают, на принтере большое количество shipping-лайбл, которое необходимо наклеить на каждую отдельную единицу. Эти лайбл клеят на посылки. И следующий пункт – это передача груза к ежеской службе в зависимости от веса посылки и от типа курьерской службы. На данный момент это основные USPS, UPS и FedEx. Курьеры заезжают на склад USPS один раз на день, UPS два раза на день, и FedEx заезжают один раз на день на наш срок. До их заезда мы стараемся подготовить все юниты к отправке, подготовить их для загрузки и передачи курьеру, для того, чтобы он их отсканировал, и они отправились максимально быстро к вашим клиентам по территории США. Денис, возможно, есть какие-то вопросы к этому моменту? Я не вижу просто, что у нас происходит в чате. Ты можешь это самое, в Facebook зайти. Facebook. Facebook, заходи. Вот мы здесь болтаемся. Можешь нажать в шапке «18 минут», где у нас прямой эфир идет, и все вопросы там будут. Ну и пока вопросов нет особо, так что я за ними смотрю. Окей, ну так так. Тогда я пока продолжу. Если появятся вопросы, ты меня дергаешь. Да, хорошо. Цены все спрашивают. Ну а так? К цене мы сейчас дойдем. Да. Как работает «Fulfillment» и «Prep склад», как его любят называть, для онлайн-арбитражников, скажем так. Первый пункт – это прием посылки на склад, он ничем не отличается от пункта о работе с «Fulfillment». Посылка принимается на складе, и изначально все товары, которые помечены, что они отправляются для онлайн-арбитража, они попадают на склад в отдельную зону. Это не особенно для того, чтобы эти товары максимально быстро обрабатывались и отправлялись со склада. Что входит в подготовку товара для отправки его при работе через онлайн-арбитраж? Это упаковка товара, удаление старых стикеров, если они присутствуют, с ценой товара, и также удаление чеков, поклейка штрих-кодов «FNSKU», и по запросу клиентов формирование бандлов, если это не бандлы, это формирование сета товаров с одного, двух, трех, пяти, десяти, либо сколько необходимо клиенту товаров в один большой сет. После этого мы предоставляем габариты и вес продукта клиенту для создания shipping label. FNSKU можно создать с листинга до того, как создается shipping label, указать необходимое количество юнитов к отправке. Shipping label желательно купить у самого Амазона в аккаунте, так вы получите более дешевую доставку до Амазона с нашего предцентра. Также при потребности можно заказать отправку коробки с нашего склада на Амазон через нас. Ну, это будет немножко дороже, необходимо будет заплатить также за пересылку посылки. Из практики скажу, что shipping label за стандартную коробку в среднем это от трех до восьми, десяти долларов за коробку, в зависимости от веса и штатов, которые необходимо отправить данную посылку. Это при использовании партнерки амазоновской для коробок. Следующий пункт, это получение транспортного лейбла для дальнейшей отправки. Это тот же shipping label, который создается в аккаунте. Поклейка shipping label на коробке. Лейбл FNS-KLU на сами товары для того, чтобы Амазон правильно принял все ваши товары. И следующий пункт, передача груза курьерской службы USPS, UPS, либо Fetax. В большинстве случаев это UPS и Fetax, потому что Амазон для коробок транспортных, которые отправляются в товары, дает возможность купить shipping через UPS и через Fetax. В зависимости от веса посылки и штата, который отправляется, вы можете в аккаунте подбирать того или иного перевозчика для того, чтобы удешевить себе перевозку по территории Америки. Все вышеперечисленное на нашем складе мы стараемся выполнять в течение 24 часов. Конечно, бывают моменты, когда склад максимально перегружен, очень много других заказов сторонних появляется и выполнение ордеров затягивается, но на сегодняшний день мы боремся с тем, чтобы это устранить и подобного типа задержек больше не было с нашей стороны. Плюсы и минусы работы со сторонним филдфилмом центром. при работе с филдфилментом имеется в виду поштучные отправки по территории США. Первый пункт это риск потери товара перевозчиков. Все почтовые службы в мире, независимо от того, насколько они крутые, в каких странах они находятся, как они называются, у всех есть определенный процент потери товаров, потери посылок, писем и так дальше. У USPS, у Национальной Почты Америки на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, он составляет порядка 3-5% от общего количества посылок. На самом деле те клиенты, которые с нами отправляли очень много посылок, больше 100-200-500 в месяц, мы вместе с ними отслеживали такую же тенденцию, что порядка 3-5% посылок USPS теряет по пути при отправке их по США. UPS и FedEx теряют меньше, но и посылки там достаточно больше. Если же неужели отправки в другие страны, могут быть такие моменты, что на каком-то этапе по пути посылка не отслеживается или же теряется на переходе границы в другую страну. Однако же риски не исключены при работе ни с одним, другим перевозчиком, либо же с переработкой с Амазоном. Единственный плюс в этом случае Амазона, что они компенсируют стоимость утерянных посылок и по той простой причине, что они имеют безумный контракт с USPS, с UPS и с FedEx и этим самым они на них давят и, грубо говоря, забирают все их бабло за эти посылки. Длительная доставка. Что имеется в виду? В данном случае доставка в течение суток либо двух суток доступна только для отправки через USPS, но оплата более дорогой тип отправки, то есть он почти два, бывает в три раза дороже, чем обычный вариант отправки, когда нужно отправить, посылка дошла в руки и дошла за один-два дня. Все остальные случаи, это средний срок перевозки по территории США, это от трех до семи дней отправки с одного адреса на другое. Вариант ускоренной доставки только по завышенным тарифам, это то, о чем я говорил, что если необходимо отправить товар в разы быстрее, за это необходимо будет доплатить. Также необходимо будет доплатить, если вы захотите, чтобы ваш клиент расписался при получении вашего груза, чтобы быть уверенным, что он реально доставлен, и он его принял, и после этого ему будет сложно открыть какой-то клейм на Амазоне или на eBay, на другой площадке, потому что это все заносится в систему. И следующий момент, это больше не минус, это больше плюс, в том, что некоторые площадки требуют наличия партии на стороннем складе, даже не на складе Амазона, а на стороннем складе для возможностей продавать через них. Это такие площадки, как Сирс, Walmart, Best Buy и множество других. Те люди, те клиенты, которые на сегодняшний день пытаются расширить географию своих продаж и не Амазоном едином, можно так сказать, пытаются продавать и подвигать свои товары по территории США, они уже выходят на эти площадки, создают свои сайты, лендинги и занимаются развитием своего бренда не только на одной площадке, как Амазон, а и на всех остальных, для того, чтобы обезопасить свои активы в дальнейшем. Преимущества работы с Fulfillment либо же предцентром компаний Портуртейн. Первый пункт это возможность торговли от лица местного продавца для повышения доверия и конкурентоспособности. Это то, о чем я говорил в начале, что порядка 70% американцев при выборе товара отбирает его по критерию US Seller Only. На Малуне это не так распространено, но на других площадках, таких как E-Bay или VGM в Etsy это достаточно распространенные условия выбора, подбора товаров. Снижение рисков, доставка одной службы в пределах одной страны. В данном случае это для тех, кто отправляет свои товары своей страны поштучно почтовыми сервисами, такими как Укрпочта, возможно Почта России или Почта Беларуси и другими почтами, когда риск потери на томом уровнях и на других пунктах очень невелик. Прием любых грузов и хранение на складе в США без оверплаты в высокий сезон. Это одно из наших основных преимуществ, потому что как вы все знаете, Amazon снимает завышенные тарифы при долгосрочном хранении, а также при хранении габаритных товаров. Также повышаются тарифы на хранение в высокий сезон. На нашем складе на сегодняшний день у нас уже был опыт хранения автомобилей, хранения больших прицепов, хранения маленьких стаканов, чашек, бутылок и ручек и так дальше. То есть абсолютно складно не ограничен в тех товарах, которые мы можем принять для себя на хранении. От этого зависит только условия хранения, а также сроки возможные и стоимость за это хранение. Покупатель всегда выбирает более быструю доставку при прочих равных условиях. Мы всегда предлагаем варианты выбора доставки на Amazon или даже вашему конечному потребителю максимально оптимально удобны для вас. Там, где можно создать шиппинг, используя площадку Amazon, мы предлагаем этот вариант, где необходимо создавать только через сторонние площадки, мы в этом ориентируемся. Скорость доставки конечному покупателю составляет от 2 до 5 дней. В данном случае приведен преимущество, исходя из того, что товар отправляется с территории США по территории США. Отправки из других стран в данном случае не учитываются. Сарис на территории США, срочная обратная связь. Ваши клиенты в большинстве случаев могут посвязаться с нашим складом, с управителем и уточнить те или иные моменты со своей стороны. Это очень круто в том плане, что им не приходится звонить за границу и что-то с вами уточнять по этим словам. И последний пункт это обработка возврата на собственном пеп-центре. Можно возвраты, которые отправляются с Амазона либо же которые отправляются с eBay, с Эдс, с другой пеп-центр. Можно обрабатывать здесь же на нашем складе. Наши сотрудники их примут, обработают, дадут вам обратную связь по качеству принятых юнитов и вы либо же отправлять на утилизацию. По поводу расчета стоимости на услуги, тот вопрос, который уже поднимал Денис. К сожалению, стандартизировать все задачи, которые выполняются на складе очень-очень сложно. Мы с этим вопросом боремся уже два года, однако весь спектр задач, которые поступают к нам каждый день, практически невозможно объединить в какие-то стандартные прайсы для всех. Знаете, такой вот прайс, чтобы каждый мог зайти и найти для себя то, что ему необходимо. Каждый запрос индивидуален, каждая ситуация абсолютно рассматривается индивидуально, подбирается оптимальный тариф, оптимальные условия в зависимости от тех задач, которые необходимо выполнить. Я добавлю ссылку сейчас этим видео и каждый сможет поставить заявку и ваш менеджер оптимально прочитает для каждого из вас варианты по собственным задачам. сомненьше вы можете подбить сомненьше сомненьше и сомненьше сомненьше Да, ну, потом зайдешь в группу и, в принципе, скинешь. Так, кто в Zoom зашел, там зададут вопросы, я думаю, сейчас. Так, у меня вопросы, значит, по ценам. Это индивидуально с каждым, я так понимаю, но в любом случае есть какие-то базовые вещи, ну, например, наклейка кода вот этого, FSNKU, я не знаю, работа с одним юнитом. Есть же базовые какие-то цифры, так нельзя тоже говорить, что там индивидуально. Индивидуально, я понимаю, там, прицепс хранить, там, я не знаю, телевизор и носовой платок. Но есть там за штуку, есть какие-то такие базовые вещи, которые, в принципе, чтобы заинтересовали люди, должны это понимать. Да, поклейка юнитов в стандартном тарице 15 центов за единицу. Для онлайн-рабитража у нас есть целая таблица, в зависимости от количества юнитов, обработанных в течение месяца. Можно, таких, которые варьируются от 50 центов до 1 доллара. Один доллар, соответственно, маленькое количество, до 100 юнитов. А чем больше юнитов, то, конечно, дешевле цена. Понятно. Это вот по стандартной максимальной задаче. Ну, какие еще, какие еще базовые, да, ценники? 15 центов за штуку – это максимальная. То есть, ну, и, соответственно, можно до каких-то других. Что еще есть такие базовые вещи? Хранение товара на складе колеблется от 50 центов за кубический фунт до 80 центов за кубический фунт, в зависимости от количества товара, которое принято на хранение. Чем больше, тем дешевле получается хранение. То есть, в этом случае имеется только хранение в виду, когда мы принимаем большое количество товара и храним его в определенных периодах. Ну, я понял. Вы по объемам, короче, то есть, это само судите, я понял. Не поверьте. На сегодняшний день у нас возможности в Лос-Анджелесе 12 тысяч в складах – это примерно на 30 контейнеров для хранения. Понятно. И в порядка 10 контейнеров мы можем проникнуть в одномоментном в нашем складе. Вот вопрос был. Минимальное количество посылок? Минимального количества посылок нет на самом деле. Мы принимаем от одной или двух каких-то штук. Вы занимаетесь рефаундами? Да, обрабатываем возвраты по техническому заданию. К сожалению, рефаунды – это как раз то, что нельзя отнести к стандартным, потому что по ним задачи всегда максимально нестандартные. Есть задачи, когда нужно вскрыть коробку, перечитать количество юнитов и запаковать ее обратно, проверить целое на линии целое. А бывают моменты, когда товары некоторые нужно будет подключить в розетку, подождать 10 минут, пока он не включится, проверить, работает ли Wi-Fi, Bluetooth и так дальше, и это занимает определенное время. В данном случае все рассчитывается, исходя из времени сотрудника, насколько оно затрачивается на ту или иную работу. Понятно. То есть как раз посмотреть извращенные товары, перебрать комплектацию, проверить рабоспособность, ну понятно. Да, по моей практике на самом деле порядка 90% задач, они нестандартные. И они максимально извращенные. Мы беремся за сложные задачи. Сложные я имею в виду задачи, работаю со стеклоном. Очень мало предцентов в Америке, которые, и в том числе американских, которые за это берутся, мы же за это беремся, делаем подробный отчет и в случае потребности можем перепаковывать юниты и давать рекомендации по этой перепаковке. Понятно. Да, надо проводить краш-тесты для стеклянных юнитов, когда мы запаковывали их так, чтобы при падении из двух метров они не разбивались. Это было пожелание клиента, все снималось на видео, прямой репортаж и он в этом максимально участвовал. Ну это из интересных задач. Отправлять только по США, я так понял, да? Отправляем в Канаду так же, мы принимаем возвраты с Amazon, принимаем выводы с Amazon, перепаковываем и отправляем в Канаду. Важный момент, что стоимость подправки в Канаду мы просчитываем уж тогда, когда груз принят на складе, потому что Amazon возвращает товары не в таком виде, как вы их отправляете на Amazon в коробке, в которой запаковано 20, 30, 50 юнитов максимально плотно. А 90% случаев это, когда приезжают большие коробки, в которые может 1 юнит, либо 2 юнита лежать, 3 юнита в коробке лежать. И потом необходимо это все дело перепаковать для того, чтобы максимально сократить стоимость доставки груза. Понятно. Ну по хранению мы определились. Что там, какие-нибудь факапы расскажи, думаю. Может интересно что-то будет, кому какой-то будет опыт, чтобы не делать, посоветую, что не надо делать. Что надо делать. Ну в первую очередь, что я с чем столкнулся сегодня, с тем, что когда создаются шопинг лейбл, ни для кого не секрет, шопинг лейбл можно покупать у самого Амазона, либо уже у eBay, это очень много было в самом начале. И важный момент, это учитывая, там очень много вариантов от перевозки. И для меня лично моя логика работает в следующем образом. Что если я вбил размеры товара, грубо говоря, пришел на почту, говорю, вот мне нужно отправить эту коробку, мне дают именно то, что мне нужно, чтобы отправить эту коробку, либо же этот товар. В данном случае логика абсолютно не работает, и необходимо ознакомиться с этими вариантами отправки, типами упаковки, которые существуют на территории США, их размерами и допустимым весом этих отправок. Потому что Амазон может предложить вам отправить большую коробку, большой товар в пакете, ну не в пакете целлофона, да, а в почтовом пакете обычно. Это то, что из бредовок, да, ты в принципе его не сможешь запятать никак, и никто его не примет к перевозке. И потом нужно будет все это дело отменять, переделывать, перепаковывать. Это достаточно сложный момент, на это нужно обращать внимание. Также, когда вы изначально заказываете товары еще в Китае, имеются в виду в данном случае стеклянные товары, либо же товары, которые легко бьются в Киев, перевозки, либо же при отправке на Амазон, в большинстве случаев до США и по территории США до Амазона они доезжают целыми. Важный момент, что курьер, который везет их по территории Америки, который доставляет их к конечным потребителям, они абсолютно никак не церемонятся с ними, они никак абсолютно, то есть они приезжают раздавленные, разбитые, почтовики просто выбрасывают их с машины, бросают по двери, и, к сожалению, обычная упаковка, которую делают китайцы, она не всегда выдерживает. И очень часто на эти коробки наступают, эти же почтовики, и в большинстве случаев те возвраты и те повреждения, которые, товары, которые приезжают к конечным потребителю, это непосредственно факап почтовой службы, которая его перевозила. Даже если вы отправляете его с Амазона, даже если вы отправляете его с любой другой торговой площадки, никто не может гарантировать то, что почтальон, нерадивый почтальон не наступит на эту посылку, не раздавит ее своей ногой, либо чем-то, либо еще. Ну, это вот факт из жизни, из-за того, что мы постоянно сталкиваемся и видим, как это все происходит. Поэтому за упаковку необходимо думать заранее еще, когда вы производите его, запускайте товар в производство, либо же перепаковывать его на нашем складе в Америке. Это вот из того, что я могу посоветовать на сегодняшний день, из наболевшего, скажем так. Ну, тут тоже сложно упаковку заранее на ней прыгать, потом окажется, что почтальон 150 килограмм весит, и тут на все рассчитать. От всего не застрахуешься, но есть моменты, когда отправляются, ну, представим, два стеклянных товара, которые без перегородки просто запихнули китайцы там в коробку. И самый простой вариант, что они друг от друга просто при перевозке в машине даже цокаются, и риск то, что они приедут не целые, очень большой. И при проверке партии у нас процент брака был больше 70%. Это уже партия, которая вышла с Амазоны. Поэтому, ну, необходимо это продумывать наперед еще при производстве, для того, чтобы потом не переплачивать деньги за возвраты, перепаковки и так дальше. Все ясно. Ну, в принципе, понятно. Тема понятна. Да, это предельно простая услуга, как бы, она оказывается. Важно просто понимать, что в Америке складские мощности более дорогие, чем, допустим, в Украине или даже в России аренда. И рабочее время сотрудников оплачивается почасово, и не в гриме, не в дубле, а оплачивается в долларе. Поэтому определенные стоимости услуг и выполнения их рассчитывается, в связи с того, сколько времени человек тратит на эту услугу. И момент тот, что будут переклейки, да, когда мы вначале говорили, стоимость переклейки как стандартная услуга. Когда человек работает на складе и переклеивает там 4, 3, 5 тысяч юнитов подряд, скорость его работы с каждым часом снижается. То есть, когда человек делает однотипную работу, кто бы это ни был, в какой бы стране он не работал, да так или иначе, скорость его работы снижается. Соответственно, там, если он там за час вначале мог приклеить 100 юнитов или 200 юнитов, то к концу дня, там, за час он может приклеить 60 юнитов или 70 юнитов. Это не потому, что он там плохой, да, просто мы все люди, это человеческий труд, труд людей, которые руками все это там перепаковывают, делают, переклеивают для того, чтобы вы продавали лучше и больше. Это по поводу отношения к препцентру, к работникам и так дальше. Ну, все, в принципе, понятно. Давайте анонс на следующую, на следующий понедельник. Какая тема будет, расскажи вкратце и, в принципе, можно быть, заканчивать. Если я не ошибаюсь, на следующий понедельник у нас будет сертификация товаров в Америке. Рассмотрим сертификацию CPC для игрушек и затронем, если у нас будет время, сертификацию FDA для товаров. Время у нас точно будет, оно не ограничено у нас. Супер. Тогда вот эти две темы, CPC FDA, сертификации. А MSDS почему не хочешь затронуть? Давай MSDS. MSDS самый простой просто в этом случае. Ну да, вот как раз. Да, потому что базовый MSDS почти у всех китайцев есть, но почему-то у некоторых его бывает нет. Бывает, как его заполнит, например, интересно. Да, иногда бывает моменты, когда на изделие может MSDS не быть, но MSDS иногда требуется на определенные комплектующие, которые есть в этом изделии. Здесь такая тонкость, когда у нас были случаи, когда у китайцев не было MSDS на само изделие, мы запрашивали в них именно на ту составляющую часть, да, в данном случае это либо батарейка. Да, бывает материал, например, еще. Из чего изделие. Да, составляющие это в изделие. И тогда оно канает, оно работает. Там интересует только один пункт. Я, в принципе, подготовлю информацию, сделаю все скриншотами, чтобы было понятно, да, смотреть, как обратить на что внимание, где настоящее, где ненастоящее. И на что обращу внимание и получение этих сертификатов от китайцев. Ну да, и где можно их получить? Вместо интересных программ, которые мы уже сталкивались при перевозке в них в Google. Нет, самое еще, может быть, где есть эти сертифицированные лаборатории, которые Amazon сертифицировала в Китае, например, то есть если что-то срочно надо. Ну, то есть такая вот, чтобы раскрыть максимально полностью этот вопрос, потому что сегодня у нас такой достаточно короткий, ступицный, потому что, в принципе, все базово. В первую очередь это всех интересует, типа меня, кому надо там товары перебросить, или тех, кто... Потому что сейчас большое количество людей на привате стали делать рестарты, то есть они перестали выводить товары с Amazon, и, соответственно, чуть ушло. Но дроп, онлайн, там, в любом случае, это как бы их тема. Вот, а сертификаты, это относится ко всем. Приват в первую, наверное, очередь, но не знаю. Вот, однозначно, и за это очень, конечно, интересно. Окей, я подготовлю информацию, сделаю вырезки, и в следующий понедельник в это же время, правильно? Да, мы все время, нас понедельник-четверг, у вас тогда каждый понедельник будем вот какую-то такую профилактическую, первостепенную наша задача – давать информейшн, а не рекламируют исключительно, тупо. Все и понимают и так. То есть наша задача – показать компетентность, показать, что мы можем, что умеем, ну и все. А тут уже, да, каждый выбирает, за это нужна информация. Было очень приятно, большое спасибо, единственное, у меня тут тоже. Да, тебе спасибо за предоставленное время, всем спасибо, кто нас слушал. Ну, у меня тут небольшой факап произошел, то есть у меня сейчас на данный момент только Zoom, работа есть, половина, то есть ты все рассказал, а, соответственно, ответы на вопросы, я сейчас записи просто их закину в YouTube и перекину обратно в группу просто. Вот, ничего страшного, так что все норм. Все, всем пока, в принципе, до следующего раза, приглашаем до понедельника, четверг, в четверг будет у меня американские юристы, рассказывать будут про баны, в следующий раз про регистрацию фирм в Америке со счетами, вот, ну а по понедельникам у нас будет все связано с логистикой. Всем удачи, всем пока. Пока, до сегодня.